Добрый день, уважаемые слушатели Школы Юного Историка. Сегодня у нас седьмая лекция из цикла «Киевская Русь». И мы продолжим предыдущее занятие. Лекция наша посвящена врагам Киевской Руси, которые в разные времена тревожили Русь, нападали на ее пределы. В прошлый раз мы с вами разобрались с кочевниками. Мы изучили историю нападения на Русь хазар, печенегов, половцев и завершили с вами монгольским завоеванием. А что в это время было на северо-западных границах Киевской Руси? Там тоже было неспокойно. Основным врагом русских земель на этом направлении были рыцари. В основном немецкого происхождения, немецкие рыцари из двух крупных рыцарских орденов. Это ордена Тевтонский и орден Меченосцев. Поэтому первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это Тевтонцы и Меченосцы. Хочу напомнить вам, что время XII век, XIII, время крестовых походов, которые разворачиваются в святую землю, в Палестину за отвоевание гроба Господня, создаются в это время многочисленные духовно-рыцарские, духовно-монашеские, рыцарские ордена. Рыцари, участники этого ордена, считали себя монахами. Во всяком случае, старались вести аскетический образ жизни и действовать во благо католической церкви. Эти ордена возникли в результате больших крестовых походов. Всего, вы знаете, их было восемь. Вам известно название таких орденов, как тамплиеры, госпитальеры. Были и другие ордена. Вот в частности, в 1128 году в Иерусалиме возник сперва как монашеский Тевтонский орден. Тевтоникус от латыни, с латинского языка переводится как немецкий. И первоначально в Иерусалиме, уже захваченном крестоносцами, этот орден образовали немцы, которые там жили. Они были из рыцарского сословия. Для помощи таким же немецким рыцарям, для взаимопомощи, взаимодействия, лечения больных, раненых. И поэтому и название такое произошло отсюда. Это Тевтонский орден Божьей Матери Марии Иерусалимской. В 1190 году этот орден приобрел военный статус. Первоначально он имел статус просто монашеского ордена с 1190 года, хотя есть даты совершенно различные, но чаще всего встречается вот эта вот дата. Он получил статус военного ордена. Туда стали ступать рыцари, которые благодаря вот своей военной организации пытались утвердиться на землях Палестины, которую в то время уже стал отвоевывать от крестоносцев Салахадин, лидер мусульманского войска на Ближнем Востоке. Статус военного рыцарского ордена был подтвержден специальным законом римского папы Буллой. Булла была издана римским папом Иннокентием Третьим как раз после взятия крестоносцами крепости Акра, это современный северный Израиль. Главная задача рыцарского ордена была защита немецких рыцарей, борьба с врагами католической церкви и лечение больных. Защита, помощь и исцеление. Отсюда и девиз Тевтонского ордена Хельфен, Верен, Хайлен Помогать, защищать, исцелять. Орден представлял собой строгую военную организацию с серьезной дисциплиной, прекрасным вооружением, выучкой, куда вступали немецкие рыцари. Во главе ордена стоял магистр. Орден имел свое деление на подразделение. И первоначально он действовал на земле Палестины. Но попозже он переместился в Европу, в Германию. Впоследствии венгерский король попросил, чтобы Тевтонский орден на время обосновался Трансильванией в самом начале XIII века. Ну, рыцари на самом деле восприняли эти предложения перебраться в Европу с большой охотой. Одно дело было воевать в жарких условиях Палестины с легкой подвижной конницей Салахаддина в условиях постоянных песчаных бурь, зноя, жажды. И другое дело переместиться в близкую по климату Европу. Почему не переместились в Трансильванию? В Трансильвании они занимались обороной Венгрии от нападения половцев, которые кочевали по западной части Великой Степи и доходили до венгерских границ. И, возможно, бы история повернулась совершенно по-другому. И Тевтонцы, они еще в Европе стали называться немецким орденом. Der Deutsche Orden. Немецкий орден. Возможно, Тевтонцы и остались бы на землях современной Трансильвании. Кстати, попозже в Трансильванию будет переселение немецких колонистов в высоком Средневековье, в позднем Средневековье. Вы знаете, там будет достаточно много немецких поселений. На Балканах вообще немцев будут, на Балканах, Трансильвании, немцев будут называть саксами или сасами, даже будет выпадение буквы К, сасы. Вот, в частности, законник Стефана Душина так и фиксирует, это сербский правитель XIV века, так и фиксирует термин этнический сасы. Это немцы. Проводя аналогии с современным временем, хочу назвать фамилию известного немецкого пловца Вайсмюллера, который родом, кстати, из трансильванских немцев, который стал, если не ошибаюсь, олимпийским чемпионом, во всяком случае, очень достойно выступил на Олимпийских играх 1928 года. Это вообще Олимпиада была очень сильна в водных видах спорта. Там же, кстати, на этой Олимпиаде выступал в будущем знаменитый американский педиатр Бенджамин Спок, который написал свою знаменитую книгу «Ребенок и уход за ним». Слышали, наверное. Так вот, Вайсмюллер, он еще и знаменит тем, что кроме олимпийских регалий, он первый в кинематографе сыграл роль Тарзана. Вот он родом происходит из трансильванских немцев. Возможно, тефтонцы здесь бы и остались, но их пригласили. Польша, которая в то время переживала период феодальной раздробленности, боролась с агрессией севера прусских племен, балдских племен, западно-балдских пруссы, которые на территории Беларуси еще известны под именем Ятвяги. И в 1226 году по приглашению князя Мазовецкого, Конрада Первого, кстати, во многом с подачи его жены, русской по происхождению, из рода волынских князей, Тевтонский орден был приглашен на земли современной северо-восточной Польши или Калининградской области, вернее и Калининградской области Российской Федерации. Там они поселились, появились они там чуть позже, нежели чем поступило приглашение в 1232 году и сразу же начали наступление на прусские земли. Прусы были слабее в военном плане, уступали им по вооружению, по тактике, по выучке, по умению строить крепости и замки, осаждать их. Это были совершенно разные уровни военного положения, военного дела. Поэтому буквально за несколько десятилетий, в всяком случае к концу 13 века, пруссы были покорены, частью истреблены, частью ассимилированы, частью бежали в пределы Великого княжества Литовского. Вы знаете, Великий князь Литовский Тройдень принимал их достаточно охотно и расселял близ современных Слонима Волковыска. Кстати, вот на территории Гродницкой области с тех пор достаточно много фамилий ятвяшского происхождения, прусского происхождения, балдского. Это такие фамилии, которые заканчиваются на ДЗ мягкий знак, Т мягкий знак, С мягкий знак, Сугойц, Жимойц, Стаскойц, Коломойц и так далее. Это все балдские фамилии ятвяшского происхождения. Немцы активно укрепляются на землях Пруссии, строят свои замки. Столицей их становится замок Мариенбург, по-польски Мальбург. В 1255 году крестоносцы основали Кёнигсберг. Это на территории современной Калининградской области, тогда Восточная Пруссия. Славяне, поляки, белорусы обрели на своих границах жестокого и беспощадного врага. Отличительный орденский знак на плащах, на щитах это черный крест на белом поле. Это тефтонцы. Окончательно могущество тефтонского ордена было сломлено только в 15 веке, сперва Великой войной и сражением под Грюнвальдом, а впоследствии еще одной войной и Вторым Торумским миром 1466 года. И в 1525 году тефтонский орден был преобразован в прусское герцогство, когда орденский магистр отказался от этого духовного звания и по сути дела сделал из Пруссии светское государство. Правда, от этого очаг агрессии на территории Пруссии загашен не был до конца. Во всяком случае, впоследствии Пруссия объединилась с Бранденбургским княжеством, возникло Королевство Пруссия, Пруссия станет основой объединения германских земель в единое государство, произойдет это в 1871 году, возродится Германская империя, которая развяжет Первую мировую войну и в конце концов Германия будет основным виновником развязывания Второй мировой войны. В 1945 году и впоследствии с земель Восточной Пруссии немцы будут депортированы на территорию Германии, эти территории войдут в состав Советского Союза, там будет создана Калининградская область, а западная часть Пруссии будет отдана Польше, это часть современной Польши. Обратим внимание, что прусский Тевтонский орден находится западнее границ Великого княжества Литовского, а вот севернее на территории современной Латвии и Эстонии появились еще одни враги, которые затронут пределы не только этих территорий, но также Псковской и Новгородской земли. Это орден меченосцев. Как он там появился? Издревле эти земли заселяли балдские племена, такие как Курши, Земгалы, Ладгалы и финно-угорские племена Ливов. К северу жили многочисленные племена эстов в территории современной Эстонии. Первые христианские проповедники со стороны Европы, опять же из германских земель, появляются здесь в конце XII века. Это всем вам известны Мейнард, Бертольд и Альберт. И если миссия первых двух проповедников католицизма была не весьма удачной, единственное, чего они смогли добиться, они уговорили полоского князя Владимира, правящего в это время в Полоцкой земле, дать им возможность беспрепятственно проповедовать христианство в этих землях среди язычников. Балтские племена, жившие здесь, и финно-угорские были язычниками. Сразу встает вопрос, а почему тот же самый Мейнард испросил разрешение у полоцкого князя Владимира? Сделано это потому, что эти территории выплачивали дань Полоцку. Дань на зависимость была установлена давно, и здесь были два опорных пункта полоцкой земли, Кукинойс и Герцеки. Кукинойс находится ближе к Риге, Герцеки ближе к Полоцку, все они находятся по территории западной Двины. Вокруг этих городов проживали балтские племена, в самих городах было смешанное славянско-балтское население, стояли войска, дружины, присланные из Полоцка, и управлялись эти, можно сказать, княжества вассальные, местными князьями, которые восходили к Полоцкой династии. Вот на момент вторжения крестоносцев на территорию современной Прибалтики здесь правили такие князья, как Вячеслав Вячка, известный, в Герцоге правил Всеволод, Вячка правил Кенойс, по-немецки Кокенгаузен, это они переименовали потом, когда захватили этот город в 1208 году. Первоначально миссия Мейнарда, а тем более Бертольда, которого убили Ливы, была весьма неудачной. Ситуация изменилась с приходом в эти земли опытного миссионера Альберта, который понимал, что распространить христианство, укрепить католическую церковь на этих землях невозможно без военной силы. Поэтому ему удалось организовать целую акцию по привлечению сюда из всяких немецких земель рыцарей. Сперва была основана крепость, которая сейчас именуется Ригой, является столицей Латвии в 1201 году. для обороны Риги, а также для обороны католической веры, сюда стали стекаться рыцари, которые были объединены не без усилий Альберта в 1202 году в военно-монашеский орден, который получил название Орден Меченосцев. В отличие от Тевтонов меченосцы носили плащи с изображением Красного Креста. Орден Меченосцев еще иногда в источниках встречается Орден Меча. По военному уровню Орден Меченосцев был, конечно же, послабее Тевтонцев. Он не имел такого боевого опыта, это во-первых, не имел такой жесткой дисциплины, да и вообще орден, обычно ордена подчинялись напрямую папе военной, а этот орден, он имел большую зависимость от рижска архиепископа, которым первым архиепископом стал Альберт. И вот потихоньку немецкие рыцари начали наступать на Балтские и Финно-Угорские земли. Первыми они покорили ливов, живших по берегу Рижского залива и двинулись дальше вглубь современной Латвии. На пути их встал Кукинойс и Герсики и они покорили эти крепости соответственно в 1208 и 1209 годах никто на помощь к этим крепостям так и не пришел. То есть обратите внимание хоть и боеспособность этих рыцарских орденов была слабее этого рыцарского ордена была боеспособность слабее нежели чем Тевтонский орден, но враги здесь послабее тоже были. Главным источником по завоеванию крестоносцами Прибалтики является хроника немецкого автора крещеного в католичество Лива Генриха Латвийского. Так и называется хроника Генриха Латвийского в котором он описывает появление крестоносцев на этих землях появление Альберта первых проповедников и вплоть до завоевания последнего крупного опорного пункта Эстов это Тарту. Кстати Тарту вы знаете Юрьев имел русское имя город который основал когда-то еще в бытность великим князем киевским Ярослав Мудрый в крещении Ярослава Мудрого имя Юрий отсюда такое название Тарту эстонское название Дерпт это имя уже немецкое которое не дали этому городу после того как захватили в 1223 году. После быстрого успеха орден меченосцев постигла неудача неудача их постигла после того как они решились развязать свои нападения на земли современных литовских племен можно с большой уверенностью предположить что они пытались захватить Литву Миндовге которое уже известно под 1235 годом во всяком случае в северной Литве под Шауляем город Шауляй в 1236 году произошла крупная битва между орденом меченосцев и Миндовгом и в этой битве крестоносцы впервые потерпели серьезное крупное поражение поражение было настолько сильным что встал вопрос о возможности самостоятельного существования ордена меченосцев магистр ордена попросил помощи у сильного могущества на Тевтонского ордена в 1237 году через год было достигнуто соглашение по которому два ордена объединялись в один военно-политический орден который получил название стало называться по сути дела по-прежнему Тевтонским орденом но остатки ордена меченосцев приняли название Ливонского ордена по названию племени Ливов которое было первым покорено в этом регионе Ливонский орден просуществует до 1562 года до Ливонской войны когда на территории уже совсем ослабевшего Ливонского ордена нападет Иван Грозный развяжет войну Ливонскую за выход к Балтийскому морю и магистр Ливонского ордена попросит помощи у западных держав в первую очередь у Польши Великого княжества Литовского и последствия земли Ливонского ордена будут разделены между Речью Посполитой и Швецией Укрепившись на Прибалтийских землях Ливонские рыцари вплотную подошли к границам Псковской и Новгородской Руси Но в своем стремлении захватить эти земли богатые торговые экономически развитые территории насадить здесь католицизм рыцари были не одиноки у них были союзники это шведские и датские феодалы второй вопрос который мы с вами рассмотрим это шведы Невская битва в середине 13 века в Швеции правил король Эрик Эриксон который продолжил политику своих предшественников по захвату территории современной западной Карелии здесь проживали финно-угорские племена сум ем которые составили основу современного финского и карельского народа было несколько крестовых походов все это проводилось под маркой защиты христианства под маркой крещения язычников в результате этих крестовых походов шведы вплотную подошли к владениям новгородской земли новгородская земля в это время представляла собой огромную территорию на юге от полоцкой земли на севере до белого моря новгородская земля контролировала такие финно-угорские племена как водь и жора они располагаются на берегу финского залива проживали также по берегам озера Нева ладожское современное озеро и король посылает на захват этих территорий а при возможной удаче и самого новгорода не менее пяти тысяч своих воинов на кораблях под руководством своего зятя ярла это дворянский титул в швеции биргера произойдет это в июле 1240 года еще ранее в июле 1238 года между Ливонским орденом и датчанами датскими рыцарями будет заключен договор о союзе этот договор предусматривал нападение датских крестоносцев на Новгород за что было Дании обещано Северная Эстония союз был подписан на тех основаниях что с Данией бралось обещание что ливонских рыцарей которые уже здесь поселились построили свои замки датчане не изгоняют присутствие датчан здесь было и раньше в 1217 году датский король Вальдемар II основал город Таллин немецкое название Ревель столица современной Эстонии кстати город Таллин с эстонского так и переводится датский город таким образом Псковская и Новгородская земля Полоцкая земля оказались буквально в кольце крестоносцев ливонского ордена датчан и шведов было понятно что нужно немного совсем времени чтобы эти противоборствующие силы пришли в столкновение с друг другом и первым крупным сражением была Невская битва шведские рыцари под руководством ярла биргера вошли в устье Невы и проплыли до слияния с Невой реки Ижоры там они и высадились и стали лагерем туда же это около 150 километров подоспела войско новгородского князя Александра Ярославича несколько слов о нем в 1238 году после того как русское войско бесславно полегло на реке сить великокняжеский стол занял брат погибшего князя Владимирского Юрия брат Ярослав Ярослав Всеволодович также сын Всеволода Большое Гнездо годы его правления 1238 1246 Ярослав вошел в историю как во первых как отец Александра Невского будущего великого русского полководца а во вторых как достаточно энергичный но наверное не очень удачный в политике и военном деле князь хотя он постоянно воевал первоначально он сидел в Переяславле Залесском кстати именно этот город этот удел он оставит наследство своему сыну Александру это будет их родовое гнездо затем Ярослав был приглашен в Новгород 1227 году вот вероятно впервые в Новгород и попал его сын 7-летний Александр который родился в Переяславле Залесском в 1220 году можете встретить даты несколько иные 1219 1221 чаще всего встречается такая 1220 обычно историки отсчитывают 20-летие 20 лет ему было когда на Невском сражении на Невской битве следовательно 1240 отнимаем 20 вот более-менее условная дата его рождения 1220 год хотя есть целые статьи по поводу датировки даты рождения Александра Невского отец был приглашен править в Новгород защищать новгородскую землю от вторжений крестоносцев именно из Новгорода Ярослав совершил 7 походов в Прибалтику против немцев и шведов он брал с собой в походы и Александра вообще у Александра было детство направленное на подготовку его к дальнейшей политической деятельности он рано познал грамоту познакомился с переводными с греческого византийских авторов в основном научными трудами отец брал его с собой на переговоры в Новгороде он увидел весьма интересную форму политического управления для русских земель того времени это новгородская веча увидел его масштаб размах он видел мощь Новгорода его торговлю видел огромный по тем временам великий Новгород который в несколько раз превосходил его любимый Переславль Залезки оставив своего сына Александра которому уже было 16 лет в 1236 году Ярослав удалился на великое княжение в Киев а Александр стал князем наместником в Новгороде в последствии отец Александра Невского совершит поездку в Каракорум сперва в Золотую Орду потом в Каракорум уже в монгольские степи и скорее всего там он и будет отравлен он втянется в сложные придворные интриги при монгольском дворе и будет убит 20-летний сын совершенно юный возраст если брать по современным меркам окажется один на один со страшной жестокой напастью нападением крестоносцев первыми будут шведы в 1240 году скорее всего он уже был готов к такому повороту дел он представлял собой что представлял себе что агрессию отражать нужно во всяком случае в 1238 году когда он приезжал во Владимир на вступление на великокняжеский стол владимирский своего отца он проезжал разоренные монголами города Торжок другие города Владимирской земли он видел агрессию монголов но ему выпал другой удел это отражать натиск рыцарей от Невска битва произошла 15 июля 1240 шведы высадятся на левом берегу реки Невы кстати это даст преимущество русским войскам потому что левый берег Невы обращен в сторону Новгорода а правый в сторону Карелии трудно представить в каком бы положении оказалось русское войско если бы им пришлось атаковать врага если бы тот расположился на правом берегу Невы тогда пришлось форсировать Неву а так беспечность шведов оказалась на руку новгородской рати в битве на Неве шведы были разбиты 20-летний новгородский князь Александр Ярославич одержал великую победу за эту победу в народе он получил прозвище Невский под таким именем он и вошел в историю однако враг сломлен не был оставались еще силы стремящиеся подчинить псковскую новгородскую землю со стороны Латвии и Эстонии силы Ливонского ордена кстати возможно зная о том что произошла битва возможно под шумок этой битвы или последствий от этой битвы ливонские рыцари вместе с мобилизованными в их войско пешими кнехтами из прибалтийских племен напали на псковскую землю буквально через месяц после Невского сражения и захватили древний русский город Изборск осадили Псков Псков готовился к долгой осаде но как ни странно в городе оказалась проливонская партия которую возглавлял посадник Пскова история донесла до нас имя этого предателя посадник твердила он смог сперва через вече Псковская а устройство там было такое же самое как в Новгороде только территория была несколько поменьше в результате предательства немецкие рыцари захватили Псков угроза нависла и над Новгородом в такой ситуации князь Александр просит у веча значительные средства на организацию нового куда большего войска совершенно не такого небольшого которое собирал он в результате внезапного нападения шведов здесь враг был намного серьезнее Псков был сильной крепостью так просто взять его было сложно конечно если бы не предательство возможно Псков продержался и гораздо дольше но скорее всего тоже бы пал кстати за всю историю Псков будет захвачен только два раза вот первый раз немецкими рыцарями из Ливони а второй раз уже их потомками наследниками в 1941 году вы знаете Стефан Баторий который подступил под стены Пскова под конец Ливонской войны так его захватить и не смог Вечи отказал Александру мало того его обвинили в узурпации власти в стремлении навязать княжеское управление Новгородской республики в стремлении подчинить себе Вечи и он вынужден был уехать и уехал он к себе на родину в отчину свою в Переславль Залезки там на берегу Плещеева озера он ловил рыбу что и показал Эйзенштейн в фильме посвященном Александру Невскому который был снят еще до Великой Отечественной войны битва на Чудском озере произошла 5 апреля 1242 года именно туда с войском выдвинулся Александр у него было достаточно сил оценки численности его самые различные но обычно источники сходятся на том что войск у него было все-таки больше чем те войска которые смогли выставить ливонцы приблизительно где-то 15-17 тысяч человек внезапным нападением он выбил немцев из изборска и Пскова и вступил на лед Чудского озера обратите внимание 5 апреля а лед еще был настолько толстым что мог выдержать сражение причем конное вот представьте рыцарь в доспехах вооруженный лошадь еще добавляем ну тут где-то как ни крути полтонны не меньше а то и больше а то и все 600-700 килограмм и вот таких рыцарей конных конечно они составляли небольшую часть войска допустим пускай будут тысячу и вот они выходят на лед а лед держался сейчас такого сделать невозможно конечно же Александру удалось заранее разместить свои войска так что немцы наступая на боевые порядки русских попали в своеобразную западню и крышку этой западни захлопнул засадный полк то есть тактика была построение по полкам полк правой руки полк левой руки центральный полк большой и засадный полк который обошел с тыла и в тыл ударил немцам сеча была очень жестокой немцы не выдержали и побежали их преследовали семь верст согласно источникам количество погибших разниц по западноевропейским источникам обычно указывается небольшое количество погибших рыцарей 20 40 по русским источникам 400 ливов же и других балдских племен которые были по сути дела насильственно набраны в эту армию погибло не с числа без счета около 50 рыцарей было приведено в плен в Новгород которых потом выкупили в современной истории России 18 апреля уже по новому стилю добавляем 13 дней отмечается как день воинской славы таких дней несколько вот один из них удивительно что конечно с хронологической точки зрения есть ошибка дело в том что 13 дней если переводить юлианский календарь в григорианский я напомню вам он принят в 1582 году перевод 13 дней добавление 13 дней это касаемо тех дат которые происходили в 19-20 веке если брать событие которое произошло в 13-м веке 1242 год то получается что нужно прибавлять 7 дней следовательно если переводить в новое григорианское летоисчисление реальная дата должна быть 12 апреля но перевели уже поэтому в России празднуется вот таким вот образом Александр Невский прожил бурную в политическом и военном отношении жизнь вошел в историю России как великий полководец он два раза ездил в Каракорум пытался установить отношения с Золотой Ордой в отношении монголов у него была политика сдерживания где нужно выплатить дань выплачивал где нужно установить тесные отношения это он делал после второго возвращения из Орды он скончался и был похоронен в одном из соборов Владимира оттуда в 1724 году по приказу Петра I его останки были перенесены в Александра Невскую церковь которая последствием стала называться Александра Невской лаврой она находится приблизительно на том месте где когда-то недалеко произошло Невское сражение сейчас это начало Невского проспекта Петербурга вот так его останки упокоились на том месте где когда-то он совершил свой первый великий подвиг великий не только для себя но и для всей Руси до сих пор существуют самые различные оценки деятельности Александра может быть из моей лекции вы его воспримете как неким супергероем да действительно так он был великим полководцем и великим воином но насколько его заслуги важны для Руси того времени я придерживаюсь того мнения что заслуги это действительно великие и они на многие десятилетия предопределили относительную безопасность существования северо-западной Руси которая не была захвачена монголами не удалось так же и захватить эту территорию крестоносца хотя в литературе вы можете встретить самые различные оценки вплоть до того что битвы это были не совсем удачными может быть даже есть оценки о том что битвы были малозначительными в всяком случае приводится битва в которой участвовал сын Александра Дмитрий битва под Раковором Раквера это Эстония современная так вот произошла она в 1268 году по столкновению была так же очень ожесточенная и победа в основном приписывается русским войскам хотя у немецких рыцарей а последствия немецких историков был на этот свой взгляд они считают что битва принадлежит победа в битве принадлежит им так вот что касается этой битвы так она часто даже вообще и не упоминается а по сути дела эта битва при Раковоре 1268 года она закрепила победу Александра Невского на Неве и на Чудском озере память об Александре несомненно очень велика его наследие известно всем этот полководец который очень известен вы знаете что в России проводился знаменитый конкурс назывался имя России и по итогам очень длительного голосования имя России было присвоено перед Новым Годом в декабре 2008 года как раз Александру Невскому ну с одной стороны кажется что это рыцарь без страха и упрека из далекого прошлого пусть будет так главное что он вошел в историю и запомнился потомкам его имя знают помнят чтут всяком случае даже обращаясь к историческому наследию древней Руси в годы тяжелых испытаний нашей страны в Великой Отечественной войне для того чтобы поднять военно-патриотический дух правительство советское решило выпустить ряд полководческих орденов Суворова Нахимова Кутузова Ушакова был выпущен орден в честь национального героя Украины Богдана Хмельницкого был и орден Александра Невского удивительно что не сохранилось ни одного рисунка картины изображение с того времени отражающего внешность Александра Невского и поэтому изображение на ордене Александра Невского самого полководца рисовали с актера Черкасова который воплотил этот образ в фильме Александр Невский там на западе Русь была спасена впереди были долгие годы монгольского ига и борьбы с монголами но эту борьбу будет вести уже не Новгород и не Александр Невский впереди будет долгое противостояние Москвы с монголами впереди будет возвышение нового центра объединения русских земель но об этом уже будет новый цикл наших лекций спасибо за внимание спасибо за субтитры субтитры